На постоянно действующем совещании по социально-экономическому развитию Юга Архангельской области, которое вот уже более 10 лет проходит в филиале группы «Элим» в Коряжме, вопрос о содержании, ремонтах и строительстве автодорог традиционно входит в повестку дня. В хороших дорогах заинтересованы все участники совещания. Автодорог является одним из основных способов доставки древесины на комбинат. Для муниципалитетов это развитие территории и связь между населенными пунктами. Поэтому все участники с большим интересом отнеслись к информации о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» непосредственно в южных районах области. В рамках проекта идет приведение в нормативное состояние автомобильной дороги Усть-Вага-Ядриха. В 2019 году завершается капитальный ремонт на участке 237-238. Это село Красноборск, ну и близлежащие населенные пункты, спутники, скажем так. 11 километров ввода. Сейчас мы уже с генеральным подрядчиком проехались, пока ехали сюда в Коряжму. Ну ориентировочно где-то по концу августа мы получим полностью капитально отремонтированный объект, готовый к вводу в эксплуатацию. То есть с тротуарами, с освещением, стобусными остановками, безопасными пешеходными переходами и так далее. Также по Котловскому району будет отремонтировано, приведено в нормативное состояние покрытие на участке 270-285. Тоже об этом участке мы давно говорили, наверное, года 4 уже протяженностью 15 километров. Ну и окончание работ по контракту это у нас ноябрь 2019 года. Нацпроект включает в себя два направления. Это сеть региональных автодорог общего пользования и автодороги Архангельской агломерации. И у каждого направления свои задачи. По региональной сети самая главная задача это приведение дорог в нормативное состояние. Сейчас мы имеем, за исходные данные это берется конец 2017 года, соответственно, у нас была исходная данная, это 14,6% от протяженности региональных дорог, находящихся в нормативном состоянии, или 1112 километров. Ну, первоначально задача была поставлена 50% приведения дорог в нормативное состояние, но учитывая тот факт, что у нас исходные данные достаточно низкие, в паспорте все-таки была утверждена цифра в 29,1%. То есть, соответственно, это 1054 километра, которые мы будем приводить в нормативное состояние в ближайшие 6 лет. В Архангельской агломерации сейчас соответствует нормативам лишь 39% автодорог. В рамках нацпроекта цифру планируется увеличить почти вдвое и к 2024 году довести до нормативного состояния 85% автомобильных дорог городов Архангельска, Новодвинска, Северодвинска и Приморского района. Соответствие нормативам и снижение числа мест концентрации ДТП почти в два раза – это лишь часть задач, которая предстоит решить в ходе реализации проекта. Есть еще одна очень сложная – это снижение, скажем так, тяжести ДТП, жертв ДТП в три с половиной раза. Для нас это, в самом деле, самая сложная цифра, потому как мы прекрасно понимаем, что мы дорожники, у нас достаточно узкая, скажем так, в данном контексте суть. Тут необходима и медицина, и образование, и органы внутренних дел. То есть совместная работа может дать вот такой серьезный показатель. Нам одним, конечно же, его не достичь. Задачей масштабной реализации национального проекта за шесть лет будет направлено 22 миллиарда рублей. И уже в этом году 1 миллиард 200 миллионов рублей из федерального бюджета и 300 миллионов из бюджета области. По этому году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мы приводим нормативное состояние 107 километров автомобильных дорог, в том числе 6 километров, чуть больше 6,3 километра – это строительство. Это Виноградовский район, автомобильная дорога Усть-Ванга-Синово-Фалюки. 11 километров, как я уже сказал, капитальный ремонт – это село Красноборск. Ну и 90 километров чуть больше приводится в рамках работ по ремонту. Помимо НАСПроекта в 2019 году Архангельская область на содержание и ремонт региональных дорог получила более 2 миллиардов рублей из федерального центра.